Мы уже рассказывали о муниципальном этапе предметных олимпиад, учащихся в Славянском районе. Технология для юных школьных мастеров по-настоящему любимый предмет, и они с радостью участвуют в олимпиаде, где нужно показать свое умение работать в полную силу. Технология описывает способы воздействия на материалы, инструменты, которые необходимо использовать, а также навыки, которыми должен обладать мастер. Без технологии невозможно развитие как отдельной отрасли, так и производства в целом. Поэтому сейчас преподаванию этого предмета уделяется большое внимание, проводятся олимпиады для самых умелых ребят. В 12-й средней школе соревновались учащиеся со всего Славянского района, которые знают технологические секреты и умеют работать с различными материалами. Действительно, технология всегда была популярной, мальчишки всегда хотели творить своими руками, и им это очень нравится, но, к сожалению, сейчас это меньше в программе, а наша задача больше их обучить, чтобы они могли разбираться в различных технологиях, которые существуют в современном мире. Ребенок учится самым азам, он познает технику с самого начала, шестеренок, как их сделать, как работать с материалом. То есть он узнает все с самого-самого низа. Невозможно построить дом без фундамента. Поэтому современные технологии как раз-таки и требуют, чтобы дети могли и знали, как делается та или иная вещь, или каким образом производится, как работает производство. Это и основная наша задача. Для участников муниципального этапа Олимпиады школьников по технологии очень важно показать все, чему они научились. Я очень люблю предмет технологии, мне нравится выпиливать разные изделия. На Олимпиаде я стараюсь выполнить работу точно. Я считаю, что технология очень пригодится в жизни. Серьезная работа кипела в классных комнатах, где соревновались девочки. Им для того, чтобы выступить удачно, нужно было знать и уметь очень многое. В данный сейчас момент вы наблюдаете как раз практический тур, который перейдет в следующий этап. Это будет моделирование. В данный момент девочки показывают свои навыки по конструированию изделия, по технологическим картам, которые им выдавались. Далее будет у них следующее моделирование, где будет предлагаться изделие, где будет технический рисунок какого-то изделия, либо это юбка, фартук. И уже девчонки наши будут, соответственно, составлять чертеж по изготовлению данного изделия. И следующий этап будет защита их творческих проектов, где они работают с учителем в течение года. Также будут у них показывать свои результаты, свои изделия. И знаете, технологии действительно, как предмет, сейчас в данный момент ему дается такое особое значение в рамках предмета. Здесь идет даже профориентация. Здесь идет творчество. Да, это настоящее творчество. И участницы Олимпиады по технологии считают, что этот предмет для них один из важнейших, особенно в расчете на будущее. Я очень люблю рукодельничать. У меня очень много разных поделок, разных изделий и ткани. Я много чего шью, леплю, даже много изделий из бисера. Я очень люблю технологию, так как моя мама тоже занимается швейной машинкой. Она меня научила на ней работать. Участвовал в Олимпиаде. Я очень надеялась, что смогу сюда попасть, приехать. Я хочу развить свои границы, узнать, что смогу сделать, что нет, и дальше развиваться. Мне нравится технология, потому что это шитье, это готовка. То есть это, можно сказать, женская работа. И мне всегда было интересно данное направление. Приехала, конечно же, с замечательным настроением, потому что нужно надеяться на успех, верить в себя и в свои силы. И я надеюсь, что все пройдет хорошо. Уроки технологии для школьников на сегодняшний день необходимы, потому что на них ребята практически создают продукт собственными руками. И для них это очень ценно. Учащиеся осваивают полезные навыки, овладевают пространственно-образным мышлением. И когда они готовятся и участвуют в Олимпиаде по технологии, то это помогает дальнейшему росту и творческому развитию. И лучшие учащиеся Славянского района сполна использовали открывшиеся возможности. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...